Приветствую всех на нашем сегодняшнем вебинаре. И сегодня мы поговорим о поиске зарубежных диссертаций в сети. Вебинар у нас будет не очень большой, надеюсь, не очень большой. Конечно же, покороче, чем когда мы с вами говорим о библиографических описаниях, там приходится гораздо больше разбирать вопросов по ходу. Но здесь у нас будет небольшой обзор тех сервисов, которые могут нам помочь в поиске диссертационных исследований. Наша основная задача как раз сегодня ответить на тот вопрос, который был в анонсе. Где найти зарубежные диссертации? Ну и вот, может быть, какие-то начальные сведения в помощь для тех, кто впервые попадает на эти ресурсы. Я думаю, что многим из вас, здесь присутствующих, они знакомы, а может быть, кому-то и нет. Но кто-то с вашей помощью, может быть, к этим ресурсам будет обращаться впервые. И, конечно же, хотелось бы понять, с чего начинать, куда метнуться. Интерфейсы разные, поисковики на ресурсах тоже разные. Но во многом они, конечно же, похожи. Но есть свои маленькие нюансы, которые тоже хорошо бы знать до того, как попасть в эту среду. Ну и второй вопрос. Поэтому первый у нас будет обзор пяти сервисов. Понятно, что охватить неохватное и объять необъятное мы не сможем. Но попробуем посмотреть по ним, какие-то моменты, что там содержится, насколько они нам могут полезны быть и как там устроены, с чего начинать поиск. И второй вопрос. Совсем-совсем коротенький. То, что сейчас не работает там всего один сервис. Остальные я проверила. Да, все вроде бы работает. Здесь представленных точно работает. Ну, завершать на печальной ноте, конечно, бы не хотелось. Поэтому в конце еще парочку я вам дам ссылок, где можно еще найти. Помимо этого, вот эти сервисы для поиска диссертационных исследований. Вот такая у нас с вами небольшая программа. И начнем мы сразу с самого, наверное, известного сервиса. Кстати, коллеги, напишите мне, пожалуйста, в чат, если вы пользуетесь какими-то сервисами, чисто заточенными под поиск диссертационных исследований, то какими? Или поставьте огонек, если их используете, применяете. Или просто ищем по поисковику. Или есть какие-то, знаете, пользуетесь какими-то специализированными ресурсами. Ага. Так, вижу. Семь, восемь, примерно десять человек. Так, огонек потихонечку начинает утихать. Ага. Ну, для тех, кто активно пользуется этими сервисами, может быть, не знаю, будет ли сегодня что-то новое. Потому что их количество на самом деле ограничено. Их не так много. Нет, по поисковику, если посмотреть, на самом деле много. Но достойных внимания и тех, которым можно доверять, их на самом деле около десятка, полутора, может быть, двух максимумов. Многие сервисы заточены под интересы конкретно под регионы. Например, диссертационные исследования Мексики. Или вот недавно мне попался ресурс диссертационные исследования Индии. То есть такого регионального характера, можно сказать. Конечно, там более меньший выбор. Конечно, они очень часто идут на... Есть экзотические вообще сервисы. На корейском, на китайском, на японском языках. Совсем-совсем такого экзотического плана. Но, тем не менее, мы тоже можем ими пользоваться. Один такой сервис мы сегодня тоже посмотрим. Как он устроен и что там можно найти. Скопус есть. Скопус есть, но не для всех. Скопус Web of Science сейчас для Российской Федерации, для организации, а тем более для физических лиц. Они закрывают доступ к статьям, к диссертационным исследованиям. Ну, кстати, та же тенденция может проследоваться. Но пока те ресурсы, о которых мы сегодня будем говорить, они, слава богу, открыты. Но, опять же, если там требуется написать письмо и перейти на сайт, отправить запрос автору или учреждению, ну, остается под большим вопросом, будут ли они нам отвечать. Все-таки, как мы не стараемся быть вне политики, вне того, что происходит в мире, это невозможно. Все равно оно будет сказываться. То есть, по умолчанию, будет ли ответ на наш запрос, это могут просто тактично промолчать. В Скопусе и в Web of Science не все возможности, не всем не везде доступны. Кстати, коллеги, о возможностях. Если вы пользуетесь сервисом Эпска, то с апреля на сайтах РНБ, РГБ, уже прошла информация, не знаю, в курсе вы или нет, наверное, в курсе, но на всякий случай скажу для тех, кто нет. Они прекращают, закрывается доступ. Поэтому, если у вас есть какие-то личные кабинеты в Эпска, вы там что-то сохраняли, находили, у вас был доступ, пожалуйста, посмотрите всю информацию, все, что необходимо, скачивайте, забирайте, скриншотите, сделайте все, что угодно. С апреля доступ закрывается. Вот эта информация висит уже официально на сайтах РГБ и РНБ, по-моему, видела. Поэтому вот это вот к вопросу доступности. Но вот те сервисы, к которым мы сегодня перейдем, слава богу, они работают, они все-таки поддерживают, хотя бы в плане поиска политику открытости и доступности. И самый известный сервис в этом плане – это NDLTD. Сложно выговорить, конечно. Networked Digital Library of Thesis Dissertations. Прошу простить, мой французский. Зеленый значок открытого замочка – это значит, что частично в открытом доступе, не все находящиеся здесь ресурсы в чисто открытом доступе, но большинство – да. Ну и такую краткую табличку «Обзор» я вам по этому ресурсу здесь сделала в части только диссертационных исследований, авторефератов и дипломных работ. Самая разнообразная тематика здесь представлена – это сетевая цифровая библиотека диссертаций и тезисов авторефератов для соискания докторской степени. Ну, как они сами себя обозначают и позиционируют, что это организация, организация международная, которая содействует сохранению, использованию и распространению электронных авторефератов и диссертаций. Есть здесь и возможность и разместить свои исследования в данном ресурсе, но для решения некоторых задач, функционала, в том числе и размещения или использования некоторыми функциями, требуется членство в этой организации. Оно платное. Ну, то есть понятно, что для физического лица, скорее всего, это будет либо не нужно, либо невозможно. Ну, и опять же, будет ли рассмотрена заявка от российских граждан или организаций в современной ситуации – это вопрос. Рискнуть можно, но как там решат, неизвестно. Но, хотя такой информации на сайте, конечно же, нет, но мы, конечно, понимаем, что молчание тоже может быть вежливой формой отказа. Поэтому, а вот как поисковый сервис, он работает великолепно, и здесь можно, как и в остальных сервисах, то, что я вам показываю, это без по фри доступу, без какой-либо регистрации, подписки или чего-то прочего. Просто открыли ссылку, начали работать, и вот то, что мы можем получить, мы сегодня с вами посмотрим. И, коллеги, сразу, кто этим ресурсом пользуется, пользуется активно, то же самое, огонечек зажигайте. Кто в нем работал или работает, чтобы мне просто понимать. На остальные ресурсы я тоже вам этот вопрос буду задавать. Мне просто важно понять, работаете ли вы с этим сервисом или нет. Или первый раз видим. Ага, вот кто-то у нас один пока огонек. Хорошо, значит, тогда идем дальше. Кто знаком с каким-то сервисом, вы, пожалуйста, тоже свои комментарии в чат пишите. Может быть, у вас есть свой опыт и чем-то можно поделиться. В комментарии в чат оставляйте, это наоборот в плюс. Так вот, это один из самых, наверное, популярных ресурсов и в плане содержания количества диссертационных исследований. Тут уже года полтора, по-моему, назад или два было. Да, где-то год или полтора назад мы смотрели, было около 4 миллионов. Сейчас уже более 6, 6,5 миллионов единиц, скажем так, хранения. Приближается количество. Ну, из 6 миллионов, наверное, парочку диссертаций можно найти, парочку, троечку, если хорошенько поискать. В принципе, есть из чего выбирать. Выбор достаточно большой. Материалы, интерфейс англоязычный. К этому надо быть готовым. И вот здесь нам браузерный переводчик в помощь. Для тех, кто английским не владеет, можно включить и совершенно спокойно пользоваться. Поэтому у нас иногда скриншоты будут идти на английском, иногда будут идти на русском. Это с помощью браузерного переводчика просто включая, чтобы можно было понять, что где находится. Материалы на разных языках. Там есть и испанский, и французский, и немецкий, и каких только нет. Это не только европейские языки. Поэтому первое важное условие эффективного поиска, когда мы работаем с иностранными ресурсами по зарубежным диссертациям, ну, в данном случае, обязательно браузерный переводчик. Настройте, включите, держите под рукой. Второй момент. Когда вы включаете, тогда вы сможете хотя бы посмотреть и составить представление о той работе, которая написана на языке, которым вы не владеете. И очень важный момент в этом плане. Обязательно включайте перевод картинок. Потому что иногда, даже если это PDF-файл, но в нем все равно могут быть информации сохранены в виде картинок, изображений. И тогда переводчик будет переводить вам и текст, и текст, который содержится в изображениях, в картинках. Вот это, конечно, более удобно. Поэтому сразу, когда готовимся к поисковой операции, наметили, какие ресурсы мы будем смотреть, сразу проверьте, через какой браузер вы будете работать с этими ресурсами, и включайте, настраивайте вот этот самый браузерный переводчик, чтобы он переводил. В Яндексе, кстати, очень хорошо отрабатывает. И даже перевод выдает вполне даже. Видимо, там подключена функция искусственного интеллекта. Не знаю, но мне так кажется. Потому что переводы, если раньше были очень кривенькие, косенькие, так что без слез не взглянешь, сейчас они вполне связный текст. Даже не подстрочник, дословный перевод, а вполне даже текст, который можно скопировать, ставить свою работу, черновик своей работы, потому что потом мы его все равно будем дорабатывать. То есть вот один из важных моментов, на которые следует обратить внимание. Армине, да, обязательно, конечно. В конце, я в начале встречи говорила, и в конце еще раз повторю, где можно будет видеозапись нашего сегодняшнего вебинара найти. Так что вот все это будет в записи. Ну вот краткая информация об этом ресурсе. По странам, из разных стран здесь собираются диссертационные исследования. Второй важный момент, связанный с поиском и с языком. Если вы включили браузерный переводчик на русский язык, а потом открыли, посмотрели и решили вводить... Ой, указку не взяла. И решили уже тематический поиск, например, осуществить, ввести ключевое слово, по которому вы хотите найти диссертационные исследования, а у вас интерфейс уже в переводе на русский язык, то вот здесь на время введения слова все-таки отключите браузерный переводчик, верните оригинал, верните оригинал на английский язык, и уже английским текстом, английскими буквами в английской раскладке набирайте свой запрос. Потому что иначе, если вы оставите на русском языке, то даже если английскими буквами набирать, иногда они в некоторых сервисах либо некорректно выдают нерелевантную выборку, либо вообще не понимают, что мы там вводим. Поэтому для корректности поиска, для того, чтобы ознакомиться можно на русском, вводим все, возвращаем на язык оригинал. Если не англоязычные, а, например, франкоязычные, то можно и на английском вводить, и обычно на этих сайтах есть переключение, вот на французском сервисе есть переключение английский, французский. Уже на самом сайте идет переключение языков, и вы можете переключиться на английский и уже спокойно в этой версии работать. То есть она уже встроена в сайт. Если этого нет, тогда лучше тот способ, который я вам сказала, Вернуть оригинал и задать запрос. Вообще вот эти поисковики, вот эта система глобального поиска на этом сервисе и остальные тоже, они все созданы в таком стиле минимализма. То есть поисковик и все, никакой вам рекламы, картинок и прочих увеселений тут нет. Все очень четко, конкретно и строго. Поэтому иногда кажется, что это у них никакого дизайна. В принципе, он тут и не нужен. Поисковик работает нормально. Есть простой расширенный вариант и есть подсказки по вводу текста. Подсказки живут вот здесь, нижняя первая строчка. Прямо стрелочки вам рисую. Поэтому прежде чем вводить свое слово или ключевую фразу для запроса, посмотрите, что они рекомендуют. Ну и вот здесь я вам перевела эту табличку на русский язык, чтобы можно было сориентироваться. Или если будете давать студентам, диссертантам, аспирантам, чтобы можно было быстро понять, о чем здесь идет речь. Если вдруг язык не французский, особенно у тех, кто учит другие. Честно говоря, по введению, если мы выбираем тему, название, если применить вот этот вариант для простого запроса, что так, что так выводить ключевое слово, ну, здесь большой разницы нет. То есть здесь скорее по расширенному. Это скорее для расширенного поиска, то есть в определенные поля поиск по теме, поиск по названию, по автору. Вот для этого вот эти рекомендации. Для простого поиска они не работают. Что так вы ведете визуализацию, что вы ведете визуализацию, имея в виду, что это должно быть название работы, он не отрабатывал. А вот по автору очень хорошо. Поэтому здесь либо ключевое слово, видимо, по умолчанию стоит, поэтому он будет искать просто везде все работы, где есть, ну, например, вот та же визуализация. Везде, где есть в работах слово визуализация, он ее вам найдет. Или библиография. Мне выдал кучу, я вот вела библиографию, подразумевая, что мне интересует как тема. Предмет или объект изучения. А он мне выдал все работы, где в самой работе есть библиографический список, названный словом библиография. Вот он их туда тоже включил. Поэтому вот при формулировании ключевых слов и запросов очень внимательно к этому тоже относитесь. Лучше их составить заранее, на русском и английском языке, чтобы у вас был некий пул. Тогда вам легче копипастом, просто методом перебора, да, подставлять, если вы пользуетесь простым поиском. Либо через расширенный поиск. И, ну, вот подсказка здесь такая есть. По автору очень хорошо ищет. Поэтому, если вдруг где-то в статьях, в других монографиях, диссертационных исследованиях, вы встречаете указание на диссертацию какого-то автора зарубежного, да, зарубежную, и вы хотите ее посмотреть, берите сразу автора и вот здесь через простой поиск сюда его загоняйте. Если она есть, он ее вам покажет. Вот. И если она есть в этой базе, то он ее вам покажет и можно будет почитать. Ну, вот такие небольшие, маленькие пояснялки, как здесь искать. После этого у нас с вами открывается... Сейчас я посмотрю, здесь у нас есть. Ага. Ну, давайте сейчас попробую открыть, наверное, так будет. Да, давайте я вам сейчас покажу демонстрацию экрана, что у нас потом появляется. Ну, вот, например... Коллеги, на значок огонек нажмите, пожалуйста, если открылся экран. Если видно. Спасибо. Вот так выглядит результат поиска по слову... Вот в этот глобальный поиск я набрала просто библиография, да, библиография. И вот все, что он мне выдал. Вот найденные результаты. Сейчас я их попробую перевести. И вот перевести все картинки. Нажимаю. Вот все. Вот все, что он смог, он перевел. Да, иногда бывает не все переводит, но, по крайней мере, что-то есть с английского. Если не английский язык, браузерный переводчик не всегда... Иногда не всегда сработает. Ну, можно вернуться к языку оригинала. Допустим, вот так. Ну, вот на разных языках. Вот он мне все здесь показал. Вот таким списком все работы, где есть тег библиографии. Вот они, теги. По тегам можно искать. Вот он мне здесь показал. Что еще здесь можно сделать? Слева панель меню. Здесь я могу сделать выборку. По источникам. Вот, причем выбора из списка. По годам тоже может быть актуально. Ну, и по языкам. Вот видите, здесь даже на русском языке все-таки что-то у нас здесь есть. Ну, давайте. Китайский, голландский. И вот чего здесь только нет. Можно делать выборку по тегам. То есть вот то слово, которое мы ввели, может быть, еще какие-то слова у нас будут ключевые. Можно посмотреть, есть ли вот эти теги в этом списке и добавить их сюда. И вот они, вот эти теги. Если они есть в работе, которые сюда загружены, они присвоены, то он их тоже вам покажет. Ну, вот такой небольшой, небольшой... Давайте посмотрим, что у нас вообще на русском-то. Есть что-нибудь здесь или нет? Вот, выбираем тег. Ну, не знаю, насколько Джоанн Фениган на русском языке, но он вот почему-то выбрал. Так, библиография, библиография по финансам. Ну, вот... А, это он нам, по-моему, приводит на русский язык. Ну, хорошо, пусть будет так. Не знаю, что это такое, библиография на лендам. Ну, интересно. И вот здесь представляется краткое... Если есть описание, то краткое описание здесь сразу можно увидеть. В некоторых местах оно может быть недоступно. Ну, вот такой первый шаг, который мы можем сделать, если нас не удовлетворяют результаты поиска. Мы можем здесь попробовать поменять фильтры, снять или наоборот добавить. Можно уточнить запрос прямо здесь, менять уже слова, не переходя к начальной строчке, а уже здесь попробовать по-другому сформулировать свой запрос, поменяв ключевые слова или добавив фразы. Ну, и вот он показывает, сколько чего результат поиска. Что происходит у нас дальше? Ну, и давайте вернемся. Например, мы нашли какую-то работу вот в этом списке и хотим ее посмотреть. Мы ее открываем. Открывается описание этой работы. Оно может быть короткое, а может быть и расширенное. То есть это практически уже аннотация. Она тоже на английском языке, но ее можно перевести. И иногда на этом этапе может быть даже можно будет остановиться. Ну, например, если мы ищем какие-то подтверждения, что кто-то еще работал на той же теме или вопросам, что и мы, но там в том же или других аспектах. И мы хотим эту информацию добавить в начальное вовведение, в аналитический обзор, а потом, может быть, мы эту работу и не будем цитировать. В этом случае нам вообще достаточно просто указания. И в описании очень часто в этих работах, которые в этом ресурсе есть, это уже раскрыта аннотация, очень полная такие описательные. А вот дальше, если мы все-таки хотим посмотреть эту работу, мы спускаемся вниз по странице и видим ссылки и загрузки. Вообще на всех ресурсах, обращайте внимание, на все, что выделено голубым, где есть HTTP или идентификатор, все, что выглядит как гиперссылка, вот это можно посмотреть. И вот здесь тоже есть гиперссылка. Иногда их может быть несколько. Если их несколько, смотрите все. А потом идет табличка. Это уже информация для библиографического описания этого найденной нами диссертации. Здесь содержится вся информация об авторе, где опубликовано, иногда даже где защищался. Вот мы здесь ее можем взять. Но опять же, русскоязычный браузерный переводчик включили, понимаем, включили обратно, взяли, описание готово. Нам даже ничего приводить не надо. Все уже подготовлено для нас. Главное понять, чего откуда взять и куда поставить в нашем описании. Ну так вот, возвращаясь к ссылкам. Ссылка есть, все замечательно. Нажимаем, ба-бах, а нам при переходе высвечивается вот такая информация. Sorry. Причем очень часто. Как ни странно, у нас тут кибератака или еще что-то, у нас поиск не работает, доступ из вашей страны, извините. Вот реальная ситуация. Что может произойти? Ну все. Этой работой воспользоваться не может. Не все так просто. Вот эта табличка, хорошо, у вас Sorry, ну и вам того же. Закрываем. Ссылка не работает. Берем на вооружение. Идем по табличке вниз. И вот внизу этой таблички. Кстати, вот этот вот ЭТОС, Великобритания, везде, где попадается ЭТОС, вот у них все время при переходе по этой ссылке открывается вот эта самая Sorry. Проверяла на разных работах. Ну вот как-то они, то ли от нас они закрылись. Я не знаю. То ли правда что-то произошло. Но спускайтесь вниз по табличке. Видите? Еще видим HTTP. HTTP, HTTPS это URL. Наши. Только обращайте внимание HTTP или HTTPS. если на конце S нет, это незащищенное соединение. Поэтому очень аккуратно при переходах. Если есть возможность проверить сайт на вирусы, ну, лучше это сделать. Мало ли что. Ну, пока вот шу-шу-шу-шу и при переходах по этим ссылкам из вот этого ресурса, ой, сейчас возьму, у меня ничего не не вирусилось. Ну, береженого Бог бережет. Поэтому лучше перепроверить. Берем ссылку. Видите? Она, в отличие от этой, неактивна. Вот в этих табличках, причем во многих ресурсах поиска, вот такие таблички есть. Смотрите, даже если ссылка неактивна, копируем, копипастом, в тот же Google, Яндекс, или куда, вставляем, просто в поисковую строку. и он нам выдает адрес этого сайта. Выдача будет название этого сайта. Мы видим, сверяем адрес, который мы ввели, с тем, что у нас высвечивается в поисковике, там, Яндекс или Google. Да, они совпадают. Переходим по нему и, о чудо, у нас открывается именно страничка этой диссертации. То есть, вот эта вот ситуация, она сейчас очень часто на этом ресурсе проявляется. Иногда по ссылкам переходишь, первая срабатывает вот так, что-то там не то или ведет не туда. Либо просят зарегистрироваться или написать мейл, обратиться в библиотеку и так далее. Понятно, мы этого делать не будем. Иногда есть несколько ссылок. Если есть несколько, попробуйте все. Иногда какая-то вторая, третья, четвертая из них срабатывает и мы попадаем на текст. Либо, если этого нет, посмотрите в табличке. Есть ли еще указанный адрес? Если есть, через поисковик, даже если он неактивный. И вот мы попадаем уже на страничку самой диссертации. Здесь мы видим и аннотацию можно прочитать и самое главное ищите вот такой значок. Если он есть, значит она в открытом доступе можно ее собирать совершенно спокойно. И соответственно, вот они два варианта, которые мы можем скачать. Download, download. Смотрите, здесь, наверное, с картинками в оригинале и здесь просто PDF-файл текстовый. Можете скачать оба, можете открыть на них. Очень часто стоит функция просмотром. Включаем, да, и вот мы можем увидеть, открывает страничку и оттуда можно скачать либо сразу закачивать вам на устройство. Но опять же, закачанные файлы не забывайте проверять на наличие вирусов. Безопасно ли его открывать. Ну, здесь вот пока чьфу-ть-ть-фу с этих ресурсов у меня ни разу такого не было. Мало ли на всякий случай перестраховаться. Ну, вот таким вот образом можно найти. Но имейте ввиду, что вот эта вот вот эта вот структура, она одна будет в этом ресурсе, какие бы мы диссертации не открывали. то есть это структура самого ресурса, и вот эта вот табличка, и ссылки, то есть они единообразны. Когда мы работаем в MDLTD, все это будет так. Но когда мы переходим по ссылке на внешний ресурс, видите, они не хранят документы у себя на сайте, они дают ссылки на место хранения документа. И вот эти места хранения документа, они могут отличаться друг от друга. Здесь это выглядит вот так. В другом случае вы попадете совершенно на другой, это вот сайт UCL Discovery. В другом случае вы попадете на сайт другого университета, и там может быть другой интерфейс. И вот эта информация будет не в начале, а в конце, или вообще где-нибудь там в левом или в правом меню. Поэтому, когда мы попадаем вот так, за счет переходов на чужой сайт, на сторонний сайт, обращайте всегда внимание, есть ли указания на файлы, волшебное слово download, можно ли загрузить, нет ли здесь каких-то ограничений. Иногда они пишут там, да, загрузка, но после обращения туда-то, туда-то. Что можно загрузить? Обращайте внимание на размер файла. 15 мегабайт, ну понятно, что это не две странички, наверное, текста, да, а поболее будет. И иногда, если, иногда вот они ставят такой значок открытого доступа, либо open access, да, вот ищем слова open access. И вот все, что можно, загружаем, либо смотрим здесь. Можно более подробную аннотацию прочитать и понять, нужна ли нам вообще загрузка или нет. Поэтому вот с этим очень-очень осторожно. Ну и вот описание практически, работа здесь есть уже представлено. Вот самые такие простые, наверное, моменты, связанные вот с этим ресурсом. А ресурсы очень хорошие, там очень много возможностей. И в конце я вам покажу, там есть очень хорошая база, можно делать выборку. Вот. И, ну, это вот в первую очередь, наверное, начинать работу по поиску диссертационных исследований, наверное, стоит вот отсюда. Есть еще один. Но, опять же, не все работают там. Вот в этом ресурсе они находятся в открытом доступе. Поэтому, условно, зеленый значок я ему поставила. То есть часть работы, они закрыты. Шведские университеты практически, по-моему, ни одной работы мне не попалось. Я смотрела несколько даже страниц, полистала потом. Университет Упселы вообще закрыты, все работы. То есть обращайтесь в университет. Обычно в описаниях они это пишут. Когда мы карточку открываем, диссертация, там уже эта информация есть. Ну, вот имейте в виду, что иногда даже целый университет, они предоставляют информацию о диссертации, может быть, аннотация, но к текстам доступа не будет. Поэтому он такой частично открытый. А вот следующий ресурс, Open Access Thesis and Dissertations, Как могла, так прочитала. Он имеет уже оранжевый значок доступа. Вот этим значком, оранжевым замочком открытым, обозначаются ресурсы полностью открытого доступа. Open Access. Поэтому здесь все работы, их около 7 миллионов, там с половинкой, даже чуть побольше, кажется. Вот они все здесь в открытом доступе. Содержание. Вот этот ресурс полностью диссертации авторефераты по различным тематикам, поэтому я так пишу слово мульти, чтобы не перечислять вообще все. Страны и континенты с языками та же история. Интерфейс англоязычный, материалы могут быть на разных языках, включая китайский и японский. Выглядит он вот так. Очень такой совершенно тоже простой интерфейс. Такое ощущение иногда складывается, что где-то на коленке его ваяли. Хотя я думаю, что, наверное, это не так. Но тем не менее. С поисковик тоже самое. Вот такой вот, но есть возможность расширенного поиска. Вот когда мы открываем этот ресурс, просто думаю, когда это лучше сказать, наверное, сейчас и скажу. С этим ресурсом было несколько у меня недавно таких моментов не очень приятных. При вводе запроса иногда поисковик как-то не так отрабатывал. Приходило избрасывать все и начинать обновлять страницу, начинать заново. Ну вот что-то там с поиском. Иногда могут быть какие-то баги вылезать. Видимо, это как-то с поисковой системой связано, с качеством ее. Поэтому имейте в виду, могут быть сбои, чего в предыдущем сервисе пока обнаружено не было. Но если приноровиться, может быть, это был просто случайный период, когда попали под эти сбои, а в остальном все будет хорошо. Чем он интересен? Здесь система поиска та же самая. Ввели слово, получили, ну и можем потом расширенный поиск тоже применить. Левая панель меню более широкая. Имеется в виду по качеству возможностей выбора. Здесь можно выбирать по степеням. Тоже может быть важно. Поэтому он сразу показывает количество работ по той или иной степени. Я не знаю, что вот это вот МС, САРХ и прочее. Их еще, видимо, там много. Но самое знакомое мне, например, это PHD. И я выберу ее. Ну и, соответственно, это будет влиять на выбор. По уровням тоже можно осуществлять. Выбор по языкам, странам. И там еще много, много чего еще есть. Поэтому сразу смотрите, когда формируете запрос и приступаете к поиску диссертации, что вас будет интересовать. Вообще все или есть какие-то ограничения. Есть еще, да, вот еще можно по странам, по датам, по годам, за периоды. Вот они здесь прямо четырехлетние, по-моему, периоды можно выбирать. И по университетам. То есть вы сразу можете эти ограничения заранее подумать. Нужны они вам или нет. Будем смотреть все или только степень PHD. Ее выбрали, а остальное нас интересует. Или PHD, или период. То есть можно комбинировать. Вот в таком виде выглядит дата. Ой, дата, выдача, да, результат, который он выдает. Ну и дальше, так же, как в предыдущем случае, во-первых, здесь мы сразу видим, от какого университета эта работа, где она хранится. Здесь прописывается, ну и сразу значок проставляется здесь, так, для визуального воспроизведения. Описание краткое есть. И есть возможность перейти на карточку этого издания. Либо вот сразу URL прописывается здесь, в дое указанном. Можно попробовать перейти. Куда он вас приведет, я не знаю. Но, тем не менее, перейти попробовать можно. Описание выглядит вот так. Детали записи. Если мы откроем, то он покажет нам более расширенную версию этой карточки. Цитировать. То есть можно сразу получить описание для цитата. Но имейте в виду, по ГОСТам они, конечно же, не делают. Можно поделиться. И самое главное, похожие записи. Вот это очень удобная функция. Можно сразу отобрать. Если какая-то диссертация нас устроила, даже по описанию короткому и по названию, мы понимаем, что это вот то, что к моей теме или может относиться, или относится. Вы можете выбрать похожие записи. Он вам покажет похожий диссертат, сразу сделает выборку. Но обращайте внимание вот в этих первых коротких описаниях на вот эту фразу. Можно перевести на русский язык. Тогда он вам напишет, что для того, чтобы получить доступ к тексту работы, необходимо обратиться в университет, библиотеку или там еще куда-то. То есть доступ к полному тексту будет закрыт. Значит, даже по этой ссылке мы увидим описание работы, но не сам текст. Даже под улыбкой. Вот эту фразу смотрите обязательно. Описание можно посмотреть, но текста мы не получим, пока не обратимся в этот университет. Но не со всеми так. Хотя вот даже вроде бы, казалось бы, полностью open access, но тем не менее к некоторым работам вот такая история прикрепляется. Поэтому сразу обращайте внимание. Ну и вот карточку, чтобы раскрыть более конкретные детали. Вот мы ее взяли. Нас заинтересовала работа. Мы ее можем открыть. В переводе на русский язык посмотрели. Такой неожиданной библиографии, аннотированной по практике ведения документации. И дальше, когда мы раскрываем детали, вот поэтому показать детали, он нам показывает практически готовое библиографическое описание для этой работы. Отсюда тоже мы можем всю информацию, полная запись, такая карточка, как каталожная на работу. И дальше смотрим. Ага, вот есть URL. И пометуя по нашему предыдущему сервису, смотрим, нет ли каких-то других ссылок, либо неактивных, либо активных, в этом описании. И пробуем по ним переходить. Ну вот здесь только вот так. Потому что сами работы, они на этих поисковиках не представлены. К нашему счастью, ссылка срабатывает. И мы попадаем, опять же, на тот ресурс, где хранится эта диссертация у того университета или кого. Видите, здесь уже совсем другой интерфейс. Поэтому не спеша проверяем. Ищем волшебные слова. Download. Значок, стрелка вниз. То, что показывает нам о возможности скачивания этой работы. Да, значит, этот файл можно загружать. Обращайте внимание еще на размеры файлов. То есть не просто download, а какой размер. Если слишком маленький, то, скорее всего, это либо какая-то аннотация, описание, либо часть работы, там, вступительное слово и библиографический список, наверное. Но не сам текст. То есть текст маленьким быть не может. Здесь есть возможные загрузки. Ну и вот видите, в этом сервисе вообще есть на этом сайте, где расположена работа. Вообще есть указания, сколько раз скачивалось, сколько раз просматривалось. Но пока ни разу не цитировалось, но достаточно активно скачивалось. Вы опять можете понять, получить представление о том, насколько эта работа, может быть, востребована, интересна. Если ноль скачиваний, ноль цитирований и ноль просмотров, что-то здесь, наверное, не так. А загружено пять лет назад. Ну и вот таким образом мы можем отсюда тоже полный текст диссертации получить. И хотя закрытые ресурсы попадаются вот здесь, вот такие, тем не менее мы здесь, большинство все-таки находится в открытом доступе. Все-таки они открыты, их можно скачивать, как мы только что посмотрели, и это достаточно легко просто делается. Ну вот просто имейте в виду, что такое ограничение по университетам некоторым, оно тоже есть, так же, как и в первом ресурсе. Ну а теперь немножко экзотики. CINII, не знаю, как правильно даже его прочитать, это сайт японской диссертации. Ну немножко экзотики вам обещала, вот она, пожалуйста. Здесь содержится информация о диссертациях, на соискание докторских степеней, соответственно, в Японии, что-то около 800, по-моему, тысяч диссертационных исследований, и они сюда собираются, вернее информация о них стекается сюда из репозиториев различных университетов, других академических учреждений, институтов Японии, и из архивов национальной библиотеки. То есть достаточно такой обширный приток. Здесь можно без регистрации, естественно, обойтись. И есть то, чего нам так часто не хватает, руководство пользователя. Ссылочку я вам тоже поставила, вот эта ссылка на сайт. Это ссылка на руководство пользователя, его можно посмотреть. Она там в двух форматах есть. PDF и PPT. Файлы презентации PowerPoint и файл PDF. Можно скачать, то есть они сразу скачиваются на устройство. Это такие краткие пояснения, как пользоваться ресурсом. Примерно так же, как мы сейчас с вами смотрим. Есть небольшое дополнение, пояснение к этим файлам, что в некоммерческих целях можно распространять, делать печатные копии, а для коммерческих целей или учебных программ нужно согласовывать с каким-то их научным исследовательским институтом. Я так понимаю, что это касается руководства пользователя, но, может быть, относится ко всем ресурсам, которые представлены в данном сервисе. Поэтому посмотрите, ну, все-таки поосторожнее, если из него будете брать какие-то работы, то для некоммерческих целей в своем диссертационном исследовании можно использовать, а вот если вы включаете их в учебную программу, ну, я не знаю, будем ли мы согласовать это с национальным институтом, но имейте в виду, что они этого не разрешают делать. Слайд с руководством выглядит... Да, здесь абсолютно тоже простой поисковик. Расширенный поиск открывается прямо здесь же, вот в открытом виде выглядит так, и вот здесь будет написано просто расширенный поиск. И простой поиск, сюда вы вводите слово, либо открываете расширенный, и прямо вот здесь заполняете по варианту, что должно быть написано в заголовке, какие слова, автор, если вы знаете, опять же, университет и степень. Вот это вот все можно заполнить здесь и сделать выборку. Есть две позиции, две вкладки All или Full Text Exits. Если мы выбираем вот это, он покажет также, где доступно, где недоступно. Если мы выбираем Full Text, он, делаем активным, то он будет отбирать сразу в выдачу те диссертации, которые доступны в полнотекстовом формате. То есть они считают, что доступны. Ну вот такой совершенно простой поисковик. А вот так выглядит их руководство к поиску. Ну вот видите, примерно так же квадратиками, все ровно так же, как делаем мы, только вот они еще вот так вот. То, что мы словами разбираем, они прописывают здесь просто. Там всего две или три странички вот этого руководства, но его можно скачать. Вот так последнее обновление, правда, было в 2016 году. Может быть, что-то изменилось, но в принципе соответствует. Хотя бы разобраться, где что находится, можно будет по этому руководству вполне даже понятно. Вот так выглядит страничка поддержки. И если вас интересует побольше познакомиться с этим сайтом, то можно с этим ресурсом сразу перейти на страничку поддержки. Вот вам здесь тоже ссылочка есть. Здесь более подробно можно посмотреть о диссертациях, которые содержатся на этом ресурсе. Есть гид пользователя, вот то, что мы с вами посмотрели. Часто задаваемые вопросы, ну и так далее. Ну и какие-то еще новости. Ну вот, пожалуйста, можно им сразу воспользоваться, посмотреть и получить дополнительную информацию об этом ресурсе. Потому что он такой очень своеобразный. Вот, например, мы ввели в поиск, выбрали все хорошо, пусть перевели на русский язык. Теперь гораздо легче стало заполнять. И выбрали в заголовок, например, чтобы было название библиографии. Он нашел аж целых две работы, чтобы в заголовке было слово библиография. Вот так они выглядят в поиске. Вот такие работы он нашел. Самое интересное, что здесь он пишет сразу, где находятся эти работы. То есть мы их можем найти и в репозитории этого университета, или там института, где она хранится. Есть цифровые коллекции национальной библиотеки, но ограниченные. Значит, там может находиться только печатный, например, вариант. И так же, как в НЭП иногда нам пишут, печатный вариант можно найти в близлежащих библиотеках. Вот это примерно такой же аналог. То есть если есть слово ограниченный, то текста полного... Мы туда онлайн дэнт еще за бесплатно, не без регистрации, вряд ли получим. Если пользоваться этим ресурсом, начинайте всегда с вот этих репозиторий, институциональных репозиторий. Иногда их может быть... Можно нажать вот сюда, откроется карточка, и там может быть гораздо больше вот этих репозиторий. В два иногда числятся три. Нужно отсматривать каждый, потому что в каком-то может быть закрыт. А вот у меня так было, один не открылся. То есть тоже просит, напишите письмо, мы вам предоставим доступ. А во втором нормально открылось. Ну вот, да. Тут уже методом перебора получается. Ну, вроде бы, как понять, что здесь написано. Вы, конечно, можете сказать, зачем нам показывать. Тут вообще уж английский мы еще как-нибудь, а это нет. Как правило, на вот таких экзотических сайтах с экзотическими языками есть уже встроенный переводчик. Здесь два языка, японский и английский. То есть вот он здесь написан японский, мы можем переключиться на английский язык. И тогда становится все более понятно. Не просто более-менее, но более. И вот мы можем сразу перейти на карточку, а можем переключить на английский язык, посмотреть, ага, вот этот файл нас заинтересовал, или вот этот. И уже иероглифы превратятся в нормальные буквы. А вот дальше можно включить и браузерный переводчик наш на русский язык. И тогда мы увидим... Ну, правда, здесь иногда очень смешные получаются вещи. То переводят нормально, то вот какая-то вершина, ну, может быть, это, наверное, домой, да? Вершина Фудзе здесь появилась. Иногда вот он как-то так интересно, слова переводят забавно. Но, тем не менее, понять можно, о чем речь. Опять же, открывается репозиторий вот этого. Например, вот этого файла мы нажали сюда, и вот у нас открываются институциональные репозитории. Перевели на английский язык. Опять же, ищем, где файлы доступны. Вот, видите, есть строчка, доступные для просмотра файла. Ищем Download. Download мы не обнаружили. Но зато мы обнаружили доступные для просмотра файлы. Один и второй. Оба PDF. Обращаем внимание на размер. 216 килобайт и 2,8 мегабайт. Вот это больше, скорее всего, вот это и есть диссертация. А вот это, наверное, какая-то аннотация, автореферат или что-то типа автореферата. Да, вот. Объяснение. Абстрактный, абстракт, скорее всего, описание. Поэтому размер. То есть по размерам, даже если нет никаких описаний, вы по размерам можете сориентироваться. Где текст самой диссертации, где описание. Основной текст, диссертация. Вот все, окей. Голубенький гиперссылка. Они не всегда подчеркнуты, поэтому тоже имеете в виду. Нажимаем. У нас открывается предпросмотр. И вот он текст. Количество страниц, там что-то 189, что ли. Мы можем его прочитать, мы можем посмотреть. Вот оно. Но оно все написано иероглифами на японском языке. Причем очень интересно. У него диссертация, видимо, там как-то сверху вниз идет. Справа налево, слева направо. Но, по-моему, столбик. Потому что у них все диссертационные исследования, они именно в таком формате написаны. То есть мы бы развернули. У них, наверное, вот так вот и положено. Ну и смотрим возможность скачать. Есть. Можно закачать файл себе. Он в формате PDF. Мы его спокойно можем перевести. Вы, конечно, можете сказать, но мы этими языками не владеем. Можно спокойно перевести. Как это делать, я вам сейчас тоже чуть попозже покажу. Ну вот такой экзотический сайт. Но, тем не менее, здесь содержится большое количество диссертаций. Вот по теме библиографии не очень много. Может, не очень показательный пример. А вот по теме agile, я смотрела инструменты agile, там около сотни с лишним не выдало. Причем были очень интересные работы, которые можно уже самой интересно стало посмотреть, что же они там пишут. Agile – это гибкие методы управления проектами. То есть найти можно. Опять же, ключевые слова, ключевые фразы. Вот введенное слово, по которому нам выдалось всего две работы, скорее всего, его надо доработать. Создать пул на английском, на русском языке. Слова и фразы. Там, где есть слово библиография. Может быть, библиографический поиск истории библиографии. Надо посмотреть. Я просто смотрела так, попробовать для примера. Но когда вы работаете над своей темой, смотрите, составляйте чем больше, тем лучше. Ключевых слов, фраз, отображающих ваш интерес, вашу тематику. Даже не обязательно, чтобы они были в названии самой работы. Вы можете и так, и так пробовать и вводить в тематический поиск вот сюда. И чтобы посмотреть, нет ли этих слов и фраз в заголовке, в описании и содержании вы можете их сюда вставить, например, это слово. И если бы мы его поставили не в заголовок, а вот сюда, наверное, результат тоже был бы другим. То есть вот здесь требуется такая работа, очень тщательно подготовительная для поиска. Потому что с самим поиском уже немножко попроще. Ну и с далекой Японии вернемся обратно к нашим европейским форматам. Вот этот еще один интересный сайт Dart Europe. Это партнерство исследовательских библиотек, библиотечных консорциумов. Ну такой портал европейский, единый портал электронных диссертаций. Который существует, по-моему, у нас с 2005 года. То есть уже почти 20 лет. Создан он был Ассоциацией европейских исследовательских библиотек. И здесь что-то тоже около 800-900 тысяч диссертаций открытого доступа. Ну и участвуют 585 университетов и 29 стран. Здесь на сайте написано. Но это вот данные сайта я сюда привела. Но в других источниках мне попадалось, что 619 университетов и 28 стран. Российских диссертаций здесь нет. Россия тоже как-то в число европейских стран не входит. Когда по их поисковикам смотришь, по разделам, Россия там отсутствует. Поэтому исключительно и только зарубежные диссертации. Есть несколько разделов. Поиск, обзор, история поиска, обратная связь, отмеченный список, свободный доступ к диссертации. Ну вот нас интересует свободный доступ к диссертации. Есть полные тексты. Также сохраняются на языке оригинала. И вот здесь маленькое уточнение. То, что я вам справа внизу написала про адреса. С 2021 года этот сайт переехал на новый адрес. Вот тот, который выделен зелененьким шерифтом. Вот этот. DartEurope.org. Здесь он тоже правильный. Поэтому можно по ссылке отсюда смело переходить. Вы попадете куда надо. Просто во многих старых презентациях, ресурсах, иногда и еще. Вот этот адрес используется. DartEurope.yale Вот по нему не ходите. Он вас приведет на какую-то криптобиржу. Там криптовалюта, торги, еще какая-то ерунда. То есть не надо рисковать. Лучше сразу по этому адресу. Сюда в ссылку я его поставила правильно. Поэтому напоминания вам сюда тоже размещают. Поэтому вот такая особенность с ним произошла. И выглядит он тоже под количество здесь около миллиона. Но это всех ресурсов. Потому что здесь помимо диссертации есть еще статей, книги и прочее. И так, коллеги, а все ли у нас в порядке со звуком? А то я вижу, у нас коллеги пишут про звук. Все ли нормально? Нажмите, пожалуйста, мне на огонек. Ага, спасибо. В записи все будет нормально. Ну и раз коллеги волнуются, давайте я вам презентацию открою. Можно скачивать. Забирайте. Вот. Все это там тоже есть. Ну вот описание все, что здесь есть. Интерфейс у них вот такой вот абсолютно простой. Вот здесь идет прям такая бегущая строка. Наши новые поступления. И вот бегущей строкой снизу вверх они идут бесконечно. Поэтому, если работать с сайтом, чтобы вас это не раздражало, нажимайте паузу. Ну, я не знаю, насколько это реально свежие поступления, только что поступившие на сайт, судя по количеству загруженных диссертаций по сравнению с предыдущими ресурсами. И тем, что, в общем, там где-то около 800 тысяч, ну, может, сейчас чуть побольше стало. Тоже такой вопрос. Мне кажется, что это вот еще есть пауза. Ну, мне кажется, что это какая-то либо видеозапись, либо какая-то выборка, которую они гоняют. А может быть, я правда не знаю. Ну, меня немножко смущает, когда вот идут такие бегущие строчки, которые остановить невозможно. Слава Богу, здесь есть пауза. Можно поставить. И вот такое предупреждение сразу на главной странице. И опять начинается все с проблем. Перевела вам на русский язык. Проблема у них, неполадки у них с поиском по ключевым словам. Вот, увы, и ах, по ключевым словам и фразам на этом портале мы найти ничего с вами не сможем. Он отключен. Просто-напросто. И пользуйтесь другими вариациями. Другие вариации у нас тоже есть. Еще один важный момент. Не импортируем новые записи из репозиторий в наших учреждениях членов. То есть свежих поступлений здесь может не быть. Имейте это тоже в виду. И скорее всего нет. Имейте это в виду, когда будете обращаться к этому порталу. Но пока не восстановили. Либо можно перейти. Как найти, но тем не менее здесь неплохой поиск. Вот это не работает. Сюда нажимать не надо. Оно не работает. Либо вот здесь нажимаем браузер поиск. По этой строчке. Либо вы можете выбрать. Вот они ссылки. 585 здесь университетов. И 29 стран. Либо по странам, либо по университетам. Он вас сразу отправит к нужному разделу, где осуществляется представление диссертации. Вот по этим критериям. То есть хотя бы что-то у нас работает. И поэтому мы можем отсюда перейти с главной вот этой страшной страницы на поиск нормальному поиску. Вот, например, мы выбираем. Хотим посмотреть по странам. Нажимаем сюда. Кликаем. И попадаем. Вот такой список стран у нас открывается. С указанием количества исследований загруженных, относящихся к этой стране. Ну, например, мы можем по странам посмотреть. Кликаем. Например, Австрия. Ну, самую первую взяли. Вот он нам пишет. По Австрии. Что вас интересует? Посмотреть все, либо по университетам. Вот та самая выборка по университетам. Ее можно увидеть и отсюда. Если хотим поменять страну, вот здесь нам тоже вот этот список. Справа в меню отображается. Можем нажать все. И вот в таком виде он нам выдает результаты. Название, автор, год. Университет, коллекция. Коллекция и университет нажимать не рекомендую. Последний раз, когда я нажимала на слово университет, он мне сбивал только что произведенный поиск. Приходилось возвращаться обратно. И, в общем, вот эти две колонки пока не трогать. Раз у них технические проблемы, лучше не надо. Они, если вот здесь мы, например, нажмем ЕПАП, он нас выбросит в начало страницы. Здесь то же самое еще сбивает поиск. Например, смотрели работы по сельскохозяйственному университету Греции. Там Афинский сельскохозяйственный университет, по-моему. И нажали случайно сюда, он нам показал вообще все университеты Греции. Другие университеты. Нам не нужно было этого. То есть заново пришлось восстанавливать поиск. Поэтому вот эти две колонки, два столбца, лучше пока не трогать. А вот по названию, да, все остальное работает хорошо. По названию переходим, кликаем, посмотрели. Также можно перевести. Кликаем по названию. Ну вот, например. Перевели. Вот эта работа нас заинтересовала. Мы на нее нажимаем. И вот у нас открывается полная запись. Здесь я уже в русскоязычном переводе вам ее показываю. Вот она ссылка. Есть раз. Вот она ссылка. Есть два под названием идентификатор. Опять же мы помним. Формат PDF. Ага. Опять же мы помним. В этом случае проверяем и первую, и вторую ссылку. Все ссылки, которые открываются на карточке, проверяем на предмет представления информации. Здесь по той и по другой мы попадаем на один и тот же ресурс. Ну вот видите, начало здесь одинаковое. А потом пошло уточнение. Ну вот это более расширенная ссылка. Можно попробовать по ней. Это более короткая. Ну и в первом и во втором случае мы попадаем на одну и ту же страничку. Видите, опять мы с этого сервиса Dart Europe мы нашли всю информацию о диссертации. И здесь ниже, так же, как мы в первых случаях видели, табличка, где указана вся информация для библиографического описания. Ну а дальше мы идем уже к самим текстам и попадаем на тот репозиторий, библиотеку, хранилище самого университета, где эта работа находится. Вот там они уже тоже, видите, совершенно другой интерфейс. Вот так она выглядит. Опять же, ищем либо слова Download, либо стрелочка вниз, либо третий вариант, скрепка. Вот здесь прикрепленный файл. Если мы по нему кликаем, то у нас открывается окошко просмотра. И в этой читалке мы можем познакомиться уже с этим текстом работы. То есть она не скачивается сразу на устройство, открывается такой предпросмотр. Ну и опять же смотрим, возможно, скачать есть, закачиваем. То есть вот три варианта. Download, стрелочка вниз, вот эта наша волшебная. И в данном случае ищем скрепку. Вот это вот самые основные варианты, которые попадались в разных ресурсах, на разных сайтах. Как обозначается вот этот доступ к полному тексту. Здесь только размещено описание, а не самый текст. Вот так мы его можем открыть и скачать. Так что, как бы не маскировали, мы всегда эту возможность можем увидеть. Еще одна возможность поиска по университетам. Тот же самый принцип, только вместо стран у нас открываются университеты разных стран. Ну и, соответственно, вот мы выбираем какой-то университет. Вот он у нас открывается. Это мы в переводе на русский язык, естественно, пытались перевести. Видите, если мы здесь нажимаем, мы попадаем не на страничку сельскохозяйственного университета, а возвращаемся назад. Нас выкидывает в начало вот этой таблицы. И почему-то здесь появляются еще другие университеты, которые нас не интересуют. Но вот имейте в виду, здесь что-то пока не очень хорошо работает, хотя должно быть. Поэтому здесь только по названию работы ориентируемся и открываем только вот эти карточки, чтобы не сбивать поиск. Ну и вот также по университету какая-то работа нас заинтересовала. Вот мы ее открыли. Здесь никаких не было ссылок. Внизу в табличке, как в первом ресурсе, мы обнаруживаем ссылку. К счастью, она активна. Мы по ней переходим. И вот видим совершенно другой интерфейс. Это другой университет, нежели тот, который мы смотрели в предыдущем. Анотация, резюме на другом языке. Анотацию почитали. Да, эта работа нам подходит. Хотим скачать. Идем по странице вниз. И вот там. Прочитайте тезис. Скачать диплом. Ага. В формате PDF. Вот он. Указан размер в мегабайтах. Значит, все-таки полный текст. Доступно после бесплатной регистрации. И вот теперь смотрите. Возможность скачать есть. Но доступ ограниченный. Бесплатная регистрация. Значит, нас просят перейти куда-то. Там зарегистрироваться. И после этого мы можем скачать. В других работах. То есть, несмотря на то, что все-таки открытый доступ. Но есть некоторые ограничения некоторых университетов. Значит, мы тут принимаем решение. Либо мы переходим, регистрируемся. Либо мы ищем аналогичную работу. Возможность скачать есть. Но вот смотрим. В некоторых, в большинстве работы этого нет. Сразу можно скачать бесплатно. То есть, вот тоже обращайте на это внимание. И вот эта вот возможность, она иногда здесь не прописывается. А вы можете ее увидеть, только перейдя уже на самый сайт. Ищем значок для скачивания. Ну и вот варианты. Ну здесь много диссертаций. Поэтому выбрать есть из чего. Ну и вот такие варианты здесь представлены. Вот эту ссылочку я вам делаю активно. И вот как раз на эту страничку. Раз у них не работает поиск тематический. То по университетам, по странам, по году выпуска можно. То есть, по годам можно сделать выборку. И по коллекциям. То есть, в каких коллекциях они находятся. Вот четыре варианта. На эту страничку я вам сразу прямую ссылку здесь тоже даю, чтобы можно было перейти. Конечно, там все на английском языке будет. Но тем не менее. Ну и последний ресурс, о котором пару слов тоже скажу. Ну, мне он понравился. Там есть одна такая неплохая плюшка. Тоже условно открытый доступ. То есть, какие-то работы вроде бы открытые. И почти мы с ними можем познакомиться. Но скачать не везде. И не везде он показывает полные тексты. Но здесь более комфортно устроено. Мне нравится у них навигация. Мне понравилась у них вот эта возможность отсеять работы, которые без полного текста. Ну, так же, как на японском, например, сайте. Но здесь это как-то более красиво, что ли, сделано. Выглядит он тоже вот таким вот образом. Это целое сообщество, скажем так, сайтов и ресурсов. Сам сайт, вот этот Хелл, он содержит более 1300 с чем-то научных работ. Но это не только диссертационные исследования. Это еще и статьи, и книги, и медиафайлы, и много-много всего. Существует он уже 23 года, с 2001 года. То есть давно уже использование абсолютно бесплатно. И там более 140, по-моему, архивов, научных школ, исследовательских организаций, университетов принимают в действие участие. Это такой открытый архив по различным наукам. Гуманитарные, социальные, химические, физика, статистика, окружающая среда, количественные финансы, когнитивные науки, как у них написано на сайте. Есть сайт Хелл, и есть сайт по поиску диссертаций. То есть он как бы входит в ассоциацию сайтов, как-то в этот портал. Вот то, что мы сейчас с вами смотрим, это только маленький кусочек. Можно посмотреть сам сайт Хелл, там много достаточно интересной информации. Нас по диссертациям интересует вот это вот составляющие. Вот так вот он тоже выглядит, абсолютно просто. Также глобальный поиск есть. Вводим слово для поиска, хотя бы первое. И вот попадаем на такую страничку, он нам показывает выбор. Что здесь есть? Фильтры. Вот это важный момент. И вот это. По умолчанию, когда только мы сюда попадаем, у нас стоят галочки в позиции документ и тезис. Мы можем изменить выборку. И вот когда стояли эти галочки документы ТЭС, у нас было там 142 тысячи с чем-то. Сняли галочку с документов, у нас получилось 156. Что это значит? Это значит, что он показывает вообще все результаты, которые относятся вот к этим тезисам, диссертациям, авторефератам, дипломам и прочим. Если мы ставим галочку, то он показывает только те, которые находятся в открытом доступе. Вот такая штука. Здесь три позиции. Приложения, уведомления и документы. Поэтому вы можете либо снять галочку с документов, либо оставить так, как стоит по умолчанию. Выбор за вами. Вот эти две лучше не трогать. Особенно уведомления. Там полных текстов точно нет. Ну вот в данном случае, если мы снимаем вообще, у нас здесь никаких галочек не стоит, он показывает нам все. То есть вам могут попасть здесь работы, которые недоступны. Если мы ставим галочку на документ, они сюда к вам попадать не будут. Ну и вот выбранные фильтры, кстати, они отображаются вот здесь, вот такими синими квадратиками. И можно их, когда мы ставим галочку, он сюда автоматически добавляется. Мы можем по крестику их просто убрать, и галочка отсюда автоматически уберется. Это тоже очень удобно. Не надо листать вот это большое длинное меню, на вот это скроллить, а просто здесь навести порядок. Ну и вот в таком виде представляются результаты. Причем даже визуальное их отображение, как выглядят обложки. Ну и также можно перевести, сделать сортировку по возрастанию и убыванию, по фамилиям авторов, по датам публикации, в прямой обратной хронологии, по датам защит, по-моему, еще что-то там было. Ну и вот эти три позиции помню. То есть можно вот здесь сразу настроить себе вот это представление. Вот таким списком они идут. В основном на французском языке, но попадаются работы и на английском. Выбрали мы какую-то работу, увидели, хотим ее посмотреть. Открываем также, кликаем по названию, открывается карточка. Вот оно, описание. И переключение языков здесь вот оно. Прям буквально везде. Мы все можем переключать на французский, английский. Прям моментально вот это удобная, конечно, вещь. Смотрим описание. И если есть доступ к тексту этой статьи, открывается вот такая читалка внизу. Вот это плюшка. Чем мне и понравился вот этот поисковик. Если условно его так можно назвать, что мы сразу можем увидеть текст, сразу открывается окошко для чтения. И мы можем, если в полном доступе, мы можем ее прочитать. Это не значит, что текст работы хранится здесь. Это значит, что он хранится где-то там, но воспроизводится здесь, как в плеере. Ну, вот такая читалка. Вот мы ее здесь можем прочитать. А может быть даже и там в их репозитории. И даже прочитав, мы можем скачать, мы можем поставить на распечатку, тут же ее распечатать. И вот здесь слева идет содержание постраничной. Можно тоже посмотреть. Ну, единственное, что окошко есть, но оно небольшое и на полный экран не раскрывается. То есть оно не очень большое. Именно для того, чтобы бегло просмотреть, бегло ознакомиться с работой и уже принять решение, надо нам ее скачивать или нет. Вот для этого она предназначена. Функции перевода там тоже я не обнаружила. То есть это такая первая небольшая ознакомительность. Но, тем не менее, в принципе, этого может быть достаточно для того, чтобы посмотреть и закачать ее себе. А уже потом можно будет перевести. Ну, и вот напоминалка про эти галочки, о которых я вам говорила, что они обозначают. Если мы выбираем галочку уведомлений, вот видите, здесь 14,5 тысяч. Все входящие вот в этот кул работы – это там, где написано, что файл недоступен, или он не загружен, или он не сохранен, или он не депонирован, или он не защищен, или он не написан. То есть его нет, доступа к тексту нет. Ссылки будут вести на какие-то формы регистрации, адреса электронных почт и прочее, но не на сам текст. Вот в этих, если поставить вот эту галочку уведомления, то он именно эти работы и покажет. Если мы поставим галочку вот сюда на слово «Документ» и «Диссертация», то он эти уведомления просто исключит из показа. Мы их не увидим. Поэтому имейте в виду, главное, чтобы не промахнуться. Где написать уведомление, куда поставить галочку, и чем это грозит. Вот такой вот, в принципе, удобный ресурс, такой клиентоориентированный, дружелюбный. И, в принципе, большой объем работ там содержится. Но, опять же, имейте в виду, что это работы французских университетов по Франции, либо франкоязычным странам. По ним в основном сюда и собираются диссертации. Ну вот, коллеги, мы посмотрели самые такие основные пять ресурсов, какие там могут быть нюансы, с чего начинать работу, на что обращать внимание. Самый такой небольшой обзор возможностей и что там имеется. Ну и второй вопрос, он самый короткий, самый маленький. На нем мы заканчиваем с вами. Вот этот ресурс сейчас недоступен. Файл не открывается, сайт не загружается. Где-то прошла информация, что они стали платными, но даже сам сайт просто последние несколько дней он просто не подгружается. Поэтому имейте в виду, на это тратить время не стоит и село. Пока. Может быть, он еще вернется. Ну и для расширения поиска еще вам дополнительные базы в помощь. Во-первых, вот эта ссылка ведет не только на глобальный поиск, в NDLTD нам знакомы уже. Здесь также есть возможность поиска по странам и регионам. И по названиям ресурсов вот такая табличка, база у них предоставлена, можно будет посмотреть, по каким странам доступ, доступ к каким диссертациям здесь можно найти. То есть можно либо по глобальному поиску делать, как мы смотрели в самом-самом начале, с чего начали, тем и завершаем. Либо вас, если интересуют конкретные страны, то посмотреть, каким ресурсом есть доступ здесь. И здесь еще иногда, здесь на картинке нет, а так еще поясняется, для кого это, для чего это. И в конце списка есть не только по странам, но и, например, для иностранных студентов, изучающих что-то, что-то. Поэтому посмотрите, вот это такое неплохое дополнение к уже имеющимся ресурсам, особенно если мы что-то ищем регионального характера. На сайте РГБ тоже есть. Потом этот список разошелся, я смотрел по многим статьям в интернете. Вот то, что вам попадается в поисковике, когда вы задаете вопрос найти источники или ресурсы для поиска зарубежных диссертаций или зарубежные диссертации в интернет, большинство статей на эту тему – это перепечатка или репост, или перепечатка вот этого списка, который находится на странице РГБ. Ссылка здесь тоже прям активно ведет на него. Здесь около десятка плюс-минус ресурсов. Часть из них мы сегодня с вами посмотрели, как она работает и что там можно найти, чего хорошо, чего не очень. Конечно, все охватить мы не можем, но здесь есть и шведский, и еще один французский ресурс, и по-испански, да, очень много, вот по-испандиалнет и еще один, по-моему, есть. Так что посмотрите, вот это тоже то, чем стоит воспользоваться. Да, и вот этот, напоминаю, ресурс, прямо сразу возьмите. Я ссылку, конечно, на него поставила, но не знаю, она не работает. Вот его изображение, он, по-моему, в списках может попадаться на сайте РГБ. Я его видела, не знаю, убрали его сейчас или нет, но он не работает. Поэтому единственное, остальные я все просмотрела даже на сайте РГБ. Все ссылки работают, ресурсы доступны, то есть все можно открывать и пользоваться. И еще напоминаю, коллеги, не только диссертации, но и есть список удаленных ресурсов в РГБ, электронно-удаленные ресурсы. Ссылку на него я вам тут тоже ставлю прям прямую. Лицензионные можете посмотреть, можете нет, но вот для такого общего использования смотрите ресурсы в свободном доступе. Название ресурса, издатель и особенно тип ресурса. Ищите полнотекстовый. Там, где написано полнотекстовый. Вот все, что находится вот здесь, в ресурсах свободного доступа. И смотрите информацию еще, если вас что-то заинтересовало. Ко многим из них есть свободный доступ, то есть просто мы кликаем по ссылке, без регистрации, без ничего, даже не будучи читателем РГБ, открывается ресурс, и мы можем с ним работать. В других есть требования, например, нужно зайти как читателю РГБ, и тогда какие-то ограничения по доступу. Вот они все скрываются под буковкой И. Поэтому открывайте, если что-то заинтересовало, заранее посмотрите, есть ли там какие-то ограничения. Или могут стоять ограничения, например, только с компьютеров, на площадке РГБ. То есть нужно приехать, и там только поработать. Но то, что в свободном доступе, большинство из них доступны просто из дома. Зашел, нашел, выбрал, открыл и изучаешь. Вот это тоже то, что можно давать и студентам, и пользоваться аспирантам, и преподавателям. И самое главное, вот, например, здесь сразу попался архив ОРГ, популярный такой репозиторий, полнотекстовый, от Библиотеки Корнуэльского университета, куда очень часто бегают, и часто его рекламируют, и ссылки на него попадаются. Но, опять же, в целях безопасности легче зайти и лучше зайти с сайта РГБ, все-таки служба безопасности, надеюсь, работает техподдержка, нежели по какой-то левой ссылке, и можно попасть на фишинговый сайт, если мы заходим просто через поисковик, или непонятная ссылка, непонятно из какого поста. Если есть какие-то сомнения, не очень доверяем, то вот зайдите, посмотрите, нет ли этого ресурса здесь. Здесь очень много ресурсов. Которым можно спокойно перейти и пользоваться, в том числе и те, которые содержат диссертационные исследования. Но это немножко для расширения, не только про диссертации. Для них нам еще и материал нужно собирать. Здесь вполне можно этим ресурсом пользоваться. Ну вот, коллеги, и все на сегодня. Мы с вами подошли к нашему завершению нашей встречи. Мне осталось только пожелать, надеюсь, что сегодня что-то интересное или полезное для себя вы все-таки получили. Поэтому в чат, пожалуйста, тоже напишите, было ли сегодня для вас что-то нового, или полезного, или интересного, не знаю. Прошли ли эти полтора часа для нас с вами? Или позитивно, или не узнала ничего нового, со всем этим я работаю. Это тоже можно писать. Тогда напишите еще, пожалуйста, а что бы вам еще хотелось бы узнать, например, по этой теме. Может быть, остановиться более подробно на каких-то ресурсах и рассмотреть их с точки зрения, как этим пользоваться, какого-то такого инструкционного варианта. Может быть, попробовать провести мастер-класс на будущее, попробовать самим научиться работать с этими материалами. А может быть, просто... Дайте просто ссылок, мы сами разберемся. Нам побольше вот этих ссылочек накидайте. Тоже все принимается, мои контакты здесь есть. Пожалуйста, обязательно тоже об этом пишите. Особенно говорите, пожалуйста, о том, чего вам не хватает, чтобы мне на этом сделать упор. И хотя бы, если не сейчас, то к следующему учебному году подготовить для вас те материалы, которые действительно для вас актуальны, полезны и необходимы. Может быть, есть проблемы с поисками книг на иностранных языках. Или что-то еще. Пожалуйста, тоже обращайтесь, пишите все свои боли, пожелания, замечания. С удовольствием приму, потому что это такая взаимная работа у нас с вами. Спасибо, коллеги, в меняющемся мире. Да, многое меняется, коллеги, поэтому всегда проверяйте ссылки, особенно перед тем, как давать студентам, аспирантам, магистрантам. И даже это не убережет нас, что что-то случайно вдруг не пропадет. Поэтому просто пишите напоминание, предупреждение, что коллеги всегда проверяйте, что-то может не работать. И обязательно давайте обратную связь. Вы зашли, упс, а там упс. Сообщите, что вот по этой ссылке, чтобы можно было вносить изменения оперативно. Спасибо, коллеги. Да, файл скачивайте. Видела сообщение, что файла... Ой, Татьяна Волосенкова... А, спасибо. Я немножко испугалась, думаю, ой, нет, я, конечно, могу и с бубными песнями, и плясками, и горными тоже что-нибудь придумать. Вы пишите, да? Нет, все нормально. Вот я просто задумалась, где я на дело, да? Иногда бывает, да. Но стараюсь этого не делать. По поводу файла презентации. Коллеги, если вдруг у кого-то не скачивается, кто особенно выходит со смартфонов, и вдруг файла не обнаружили, можно перезагрузить. Обычно, если такое происходит, вы попробуйте выйти и зайти по ссылке заново или обновить страничку. Тогда обычно файл появляется. Но сейчас этого не делайте. Вы не переживайте. Всем, кто был на сегодняшнем мероприятии, даже если у вас не получилось скачать презентацию из файлов, в ближайшие дни я сделаю рассылку. Только, наверное, не сегодня. Немножко надо прийти в себя. Скорее всего, завтра или в субботу точно. И я вам сделаю всем рассылку. Только смотрите почту. Там еще раз повторю вот этот файл с презентацией. И, может быть, посмотрю еще какую-то интересность вам тоже дадут. В качестве подарка. Может быть. А может быть ссылочку какую-нибудь там. Посмотрю, что-то интересное для вас подберу. Поэтому не волнуйтесь. Если не получилось скачать, без презентации я вас не оставлю. Единственное, что в пятницу или в субботу я это сделаю. Поэтому берите, пожалуйста, терпение. Но не переживайте. Запись вебинара обязательно будет в нашей группе ВКонтакте. Можно ее найти. И вот здесь есть наша группа библиография для небиблиографов. ВКонтакте. Простой адрес там пробив. Или прям по названию можно найти, если кто-то не меняет. Я обычно туда тоже ставлю своих вебинаров, записи. Прямо в этой группе. Там тоже можно будет ее посмотреть. Вот. Ну вот, коллеги. И почти все, кроме одного важного момента. Конечно же, ссылка на сертификаты. Вот. Внимательно посмотрите информацию в чате. Сертификаты об участии в этом вебинаре будут готовы через некоторое время, после того, как мы закроем вебинарную комнату. Ссылку на страницу выдачи я вам в чат даю. И как только сертификат будет готов, вам на почту придет письмо уведомления о готовности сертификата. Из письма тоже можно перейти на страницу выдачи. Поэтому не волнуйтесь, если у кого-то ссылка сейчас не скопировалась или нет такой возможности. Из письма тоже можно будет перейти. И всего одно поле для ввода своих данных. Когда вводите, пожалуйста, вводите адрес электронной почты, который указывали при регистрации на вебинар. Чтобы у вас, если есть полные тезки, вдруг ваши сертификаты не перепутались. Ну а дальше все просто выбираете способ оплаты, оплачиваете и потом все закрываете. Опять заново заходите, нажимаете также перейти. Делаете все равно то же самое, что для оплаты. Только вместо кнопочки оплатить у вас появится кнопочка скачать. И вы себе сертификат закачиваете. Если какие-то ошибки вдруг обнаружатся в сертификате, такое тоже бывает. И по недосмотру участников, и по вине каких-нибудь интернет-сбоев. Вон видите, на сервисах диссертации что случается. Также и у нас тоже атаки идут, и всякое бывает. Поэтому может какой-то нюанс вывести в вашем сертификате. Не переживайте, в ответ на письмо уведомления напишите нам, приложите этот сертификат. Только обязательно напишите в тексте самого письма, что надо исправить и как должно быть правильный вариант. И мы это поправим. Мы вам либо ссылку пришлем, по которой исправленную можно скачать, либо сам сертификат уже исправлен. Но в конце концов есть группа библиографии для небиблиографов. Там личные сообщения можете мне писать, если вдруг какие-то казусы происходят. Либо на мейл. В группе я просто чаще вижу. Быстрее, оперативнее могу увидеть вашу информацию. Так что, если вдруг что, знаете, куда обращаться. Ибо едино в двух лицах. И модератора, и спикера. Ну вот, коллеги, на сей торжественной ноте мы с вами нашу сегодняшнюю встречу завершаем. Большое спасибо всем, кто был сегодня с нами за интерес к теме. Опять же, тоже жду от вас. Можно на почту писать, можно также в группу. Что вас больше всего волнует в области библиографии, поиска литературы. Может быть, проверки сайтов на благонадежность, еще что-то. Как выбрать издание для публикации и так далее. То есть, все вопросы, которые приходят в голову, понятно, что не прямо сейчас и здесь. Подумайте, но обязательно, пожалуйста, пишите, обращайтесь. Потому что это становится темой для наших следующих вебинаров. Для меня важно, чтобы это было вам в первую очередь полезно. Ну вот, коллеги. И все на сегодня. Всем удачного дня, хорошего настроения. Несмотря ни на что, сохраняем бодрость и крепость духа. Пожалуйста, берегите себя, берегите своих близких. Все, конечно, хорошо, но ценность человеческой жизни все-таки на первом месте. Поэтому не забывайте о тех людях, которые рядом с вами. Находите время на них в первую очередь. А все остальное решаемо. Всем счастливо, всем удачи и до новых вебинаров. Субтитры сделал DimaTorzok